Я рад вас приветствовать в обучающей школе Ликсей. С этой недели у нас запускается долгая серия уроков по андроид разработке. И дело в том, что я буду показывать всю разработку в андроид студия. Причем в андроид студия последней версии. По сравнению с прошлой версией там кое-что изменилось. Поэтому для того, чтобы у вас все получалось аналогично тому, что я буду показывать, вам необходимо установить последнюю версию. Сейчас я обновлю свою версию, заодно покажу вам как обновлять вашу андроид студию, если она у вас есть, или установить новую. Это делается идентично, поэтому сейчас мы посмотрим, как правильно установить андроид студию. Да, и ссылка на сайт, с которого нужно установить андроид студию, будет в описании. И перед тем, как будете устанавливать андроид студию, еще вам нужно установить жалу. И также ссылка на видео, в котором я показываю, как это сделать, будет также под этим видео. Итак, давайте приступим к установке. Моя андроид студия немножко устарела. Видите, у меня версия 4.0.1. А сейчас я нахожусь на сайте. Кстати, ссылочка на этот сайт будет под видео. Вышла версия 4.1.2. Мне нужно обновить свою андроид студию, и заодно вам покажу, как необходимо вам установить андроид студию. Кликаем по кнопке «Скачать андроид студию». Соглашаемся. Кликаем по кнопке. Выбираем место скачивания, но пусть будет рабочий стол. Сохранить. И началась загрузка андроид студию. Итак, смотрите, у меня скачалась версия андроид студия. Два раза кликаем. Я ее сохранял, загружал на рабочий стол. Спрашивает у меня адрес установки. Я все оставляю. И спрашивает у меня удалить предыдущую версию. Да, я буду удалять предыдущую версию. Да. Next. 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 Install. И началась установка. Теперь кликаем Next. И у меня установлен значок «Запустить андроид студию». После установки я кликаю Finish. И, пожалуйста, наша андроид студия запустилась. Теперь давайте я открою какой-нибудь из своих проектов. Ну, самый легкий учебный. Верхний я открываю проект. Два раза кликаю. Я подключил свой смартфон. Да, я люблю тестировать свои приложения, разрабатываемые на реальном устройстве. Я соберу проект на смартфоне для того, чтобы проверить, все ли у меня работает. То есть, по умолчанию должны были загрузиться все настройки, которые были у меня установлены в прошлой версии. Да, у меня все загрузилось. В общем, таким образом устанавливается или обновляется андроид студию. То есть, обновление это по факту скачивание новой версии и установка новой версии. То есть, обновление подразумевает под собой установка новой версии с подгрузкой тех настроек, которые у вас были в предыдущей версии. То есть, это все происходит автоматически. Ну вот, все мы установили. А в своем случае я обновил свое андроид студию. И давайте посмотрим здесь на кое-какое изменение. Дело в том, что в моей последней версии у меня был файл style.xml, где задавались стили. Так вот, в этой версии этого файла нет. Есть файл tame.xml. И именно вот в этом файле мы теперь должны прописать разные стили для светлой темы и темной темы. То есть, для светлой темы на смартфоне и темной темы на смартфоне. Об этом мы будем говорить далее. Ну, чтобы вы знали, чтобы вы не пугались, я вам рассказал эту информацию. Ну и до встречи на нашем первом уроке.